Здравствуйте! Начинается трип по Невскому проспекту. Начинается он с въезда в Санкт-Петербург по той прямой линии, по которой идет Невский проспект. Виадука здесь этого не было. Раньше была вот только дорога. Сейчас вот это уже дорожная сеть Ленинградской области. Вот эта дорога, которая фактически перейдет в Санкт-Петербург. И можно сказать, это есть такое начало Санкт-Петербурга. Ну что, движемся по сути по хорде Невского проспекта. Отсюда, с самой окраины, в самый центр Санкт-Петербурга. Если смотреть здесь, то вот с этой стороны будет Дворцовая площадь, с этой стороны Исаакиевский собор. Но это уже в самом центре. Итак, вот это, это граница Санкт-Петербурга. Мы сейчас в Ленинградской области. До железной дороги это все Ленинградская область. А когда мы перейдем в железную дорогу, это будет Санкт-Петербург. Вот это остатки. Здесь был переезд железнодорожный. Переходим в железную дорогу и мы попадаем в город. Мы в Санкт-Петербурге. Сейчас это тупиковая ветвь дороги. Дорожная сеть города начинается вот здесь. Ну а мы сейчас увидим КПП по въезду в город, который до сих пор остался. Вот раньше выезд из Санкт-Петербурга был здесь, дорога была тут и был пост ДПС на выезде из города. Ну или на въезде из города. Ну вот мы как раз тут же сейчас находимся. Как ни удивительно, пост ДПС до сих пор остался. Сейчас его немного переоборудовали, но оставили. То есть он действующий. Ну вот эта линия, это и есть Невский проспект, его хорда фактически. Здесь у нас самое начало города. Вот это уже дорожная сеть Санкт-Петербурга. Связана дорожная сеть Санкт-Петербурга с Ленинградской областью сейчас через Виадук. Извиняюсь за некоторую тряску, я поправил куртку. Вообще, видео, конечно, немножко экстремальное, но без оптической стабилизации. Стабилизация на камере здесь не очень супер. Но, надеюсь, что 60 фпс плюс монопод позволят как-то картинку выдержать в более-менее приемлемом качестве. Почему это? Потому что здесь высокая длительность. Есть у меня камера с очень хорошей стабилизацией, но длительность роликов там небольшая. Монтажом заниматься не люблю. Так, ну что ж, вот мы уже фактически в городской сети города. Первая автобусная остановка нас встречает. Движемся дальше. Движемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Обычные спальные районы Виадук здесь садится Переходит в городскую сеть Виадук этот был построен Насколько я знаю Лет 10 назад Лет 12 То есть в середине 2000-х годов Сложно сказать, что это конечно же Центральная хорда города Это не центральная транспортная развязка Это центральная хорда Называется это Проспект Косыгина Потом Переходит он за Невский Потом Староневский И в Невский Фактически по прямой линии Идет это перетекание Поэтому я называю это хордой Такой Фактически здесь мы идем Как по придомовой территории Пока еще нет нормального даже Тротуара Уличного Пока это больше похоже на Придомовую территорию Поэтому сейчас Как раз перед нами Будет точка Где начинаются Тротуары Такие уже Полноформатные Городские Они начнутся У этого торгового центра Вот за этой парковкой И там начинается Тротуар Который уже тянется До Дворцовой площади То есть если вы С Дворцовой площади Идете сюда То тротуар Закончится где-то Вот тут Вот на этой парковке Тротуар И закончится Поэтому можно сказать Невский проспект Гипотетически Заканчивается Вот У этого торгового пятачка С двумя Торговыми центрами С одной стороны С другой стороны Ну и давайте посмотрим Что же За нами А за нами Как раз Вот сейчас Выезд Из города Вот этот Виадук 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 торговые центры все как есть общественный транспорт, который здесь ходит, все ходит прямо в центр отсюда соответственно вы можете легко добраться как на дворцовую площадь с этого места, так и с дворцовой площади сюда, вопрос только времени удобства, метро мы тут не видим метро здесь нет, да все эти метрополитена мы здесь не дотягиваемся я бы не сказал, что это из-за того, что это такая окраина городская наверное нет, есть метрополитен ближе к городским границам но здесь так получилось, что метро у границы города нет и этот район где-то 1400 то есть как крупный, относительно крупный город он доступа к метро прямого не имеет и так мы с вами на тротуаре, это уже можно сказать полный городской тротуар вот такой будет тянуться до самого начала Невского проспекта пока есть благ, имеем общественный транспорт благоустроена достаточно территория, но так благоустроена в том виде, в котором вы ее видите сейчас хорошо это плохо, не знаю подходим к первому достаточно крупному перекрестку здесь будет скоростной трамвай который как раз идет к метро Аркадий Гершман об этом трамвае снимал ролики Парламов считается лучшим в России трамваем вот это как решение для этого достаточно крупного района по доступу к метрополитену это мы проходим этот район насквозь мы идем как бы в самый центр города по наиболее короткому пути прямому на текущий момент мы от точки начала съемки прошли 900 метров при том, что Санкт-Петербург в глубину это порядка 12 километров вот грубо говоря до Дворцовой площади мы прошли менее 10% от пути вот мы на достаточно крупном перекрестке и здесь вот как раз начинается скоростной трамвай который вы видите дорожная сеть здесь реконструируется с 2017 года и в 2020 году реконструкция завершится дорожную сеть здесь дал город в аренду долгосрочную концессию компании ТТК это частная компания связанная, не связанная основатель ЛСР создал эту компанию под этот проект вот и в течение 30 лет эта трамвайная сеть будет коммерческой то есть доход будет поступать к концессионеру концессионеру он принадлежит и дорожные пути и остановочные пункты а также он участвует в части благоустройстве вот так приблизительно видеть это недостроенный участок здесь еще нет полного благоустройства внутреннего а вот там вот достроенный уже участок полностью по трамваю маршрут номер 8 уже функционирует и там полностью сделано благоустройство так это все выглядит даже столбы были концессионером заменены находятся в его ведении так понимаю на его балансе остановочные пункты с табло трамваи ходят часто вот один из трамвая как раз вы видите здесь трамвай считается самым длинным в России штатлер вот если говорить про этот перекресток то здесь трамвайная система австрийская система сигнализации трамвайной тоже австрийско-немецкая это такое необычное для России необычное для России решение на трамвае до метро здесь где-то 9 минут езды скорость около 40 километров в часть ну то есть скорость трамвая где-то сопоставима со скоростью в метрополитене это с учетом остановок а разгоняется трамвай здесь до 65 километров в час поэтому скорость достаточно приличная и он защищен от пробок так как сделано зонирование вот светофоры которые препятствуют тому чтобы машины перегораживали весь перекресток такое же зонирование сделано с другой стороны ну то есть для того чтобы трамваи могли здесь достаточно быстро пересекать дорожную сеть вся эта территория на сленге местных жителей называется спальный район как и везде в российских городах окраины называются спальными районами что вы сейчас взяла Làm если вы видите вам но можно было следующее что это будет будет и будет выглядеть чтобы камера преследовать и легко 17 показывает табло для 25 мая и санкт-петербурга это нормально и это там и Субтитры делал DimaTorzok По прямой мы здесь в этом месте пройти не сможем Как такового связанного тротуара тут нет Хотя есть линия у дороги Может быть я просто отошел от них Развернусь Есть район, который здесь вы видите Это застройка 70-80-х годов Торговые центры это уже 2000-е годы Но вот эта часть это 2010-е практически годы Хотя смотрится конечно не очень хорошо Вот скоростной трамвай Кому нужно быстро в метро Он может сесть на этот трамвай И минут за 7 с этого места уже Доехать до Санкт-Петербургской сети метрополитена Которая конечно только начинается От того места куда доедет трамвай Хотя если по карте посмотреть То вот это все все таки уже не Не окраина А мы движемся по самой части По самой узкой части города То есть мы движемся не с севера на юг По самой широкой части города Около 35 километров А мы движемся с востока на запад Эта часть города она Менее 20 километров шириной Если до Балтийского моря До Финского залива считать Хотя город если считать с востока на запад Это еще и Кронштадт Что отсюда Ну наверное около 35 километров Именно с этой точки Где я нахожусь Мы вышли на еще один перекресток Это в принципе первая такая крупная Интерконнект Хорда Или Интерконнект Трасса Вот она вот так идет Вот и так идет И идет через районы города На востоке На севере это Калининский район А на юге это Невский район Мы здесь сейчас находимся Именно в Красногвардейском районе То есть эта трасса соединяет 3 района И 세 вот те дома дальние вот туда это уже невский район там тоже виадук не знаю видно вам не видно очень далеко поднимается виадук вверх здесь наверное это не будет видно но где-то отсюда километра полтора до виадука а мы если говорить о точке входа в город находимся почти в двух километрах вот тот маршрут который мы проделали это два километра из 12 скоростной трамвай как вы видите он ходит очень часто так что здесь проблем добраться до все эти метрополитена вообще никаких нет и Мы находимся в парке Малиновка. Итак, если посмотреть на Красногвардейский район, то этот парк уже находится с внутренней стороны, ну или там внутри района, фактически вот на границе этого парка, граница пояса спальных районов 70-х и 80-х годов. Мы попадаем в небольшой по ширине пояс промышленный. Это уже Санкт-Петербург времен до 70-х годов. Если сравнить с деревом, то мы выходим из относительно свежего или от окраинного слоя, более глубинные районы Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург Два километра ровно в этом месте от начала нашего маршрута. Здесь вы видите установлены скамеечки, очень хорошие, от благотворителей, которые участвовали в благоустройстве парка Малиновка. В парке есть даже небольшое озерцо, вот тут такой обычный российский парк, наверное, не самый благоустроенный, не самый заброшенный. Можно сказать, что совершенно, совершенно обычный. Малиновка 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 Фактически идем мы по самому короткому маршруту. Идем к центру города. Короче, чем этот маршрут вообще придумать сложно, так как Невский проспект постепенно поворачивает фактически строго на восток. Граница здесь, Санкт-Петербурга идет по сути строго с севера на юг. Получается, мы сейчас идем строго на запад, постепенно будем поворачивать на север. Но это будет уже за Невой, а это очень достаточно, ну где-то половину маршрута мы до Невы прошли. И вот через еще столько же времени мы дойдем до Невой, откуда будет уже постепенно трасса поворачивать Невского проспекта на север. Но не сильно. То есть это просто будет уклон с северо-западный. Сейчас пока мы идем фактически строго на запад. Парковая зона, площадки не оборудованные, фактически самострой. Непонятно здесь, это не от того, что здесь такая разгильдяйская администрация или еще кто-то. Просто, возможно, здесь не предусмотрено оборудование площадок, а то, что там поставлено, сделано на свой страх и риск местным. Ну и саму площадку не трогают. Вполне возможно, что так. Во дворах, если есть спортивные площадки здесь, то они оборудованы. С этим уже проблем нет. Каких-то таких диких полей вообще нет ни одного. Везде все приведено в порядок. Обычно спортивные площадки находятся в пришколах и реконструируются комплексно вместе с пришкольной территорией. И фактически почти у каждой школы есть и реконструированный спортивный комплекс. Сейчас в последние 7-8 лет это сделали тотально везде. Поэтому больше нигде каких-то разбитых, неухоженных спортивных комплексов нет. Ну, может быть, есть какие-то. Я, возможно, ошибаюсь. Но это надо поискать. То есть это достаточно сложно будет сделать. Но, наверное, каким-либо образом найти можно. Церковь и скандал с этой церковью связаны в парке Малиновка с тем, что они пытались территорию парка занять, сквера местного. И жители здесь также возмущались, как и в других местах, по поводу самозахвата территории. Ну, церковь делает какие-то шаги навстречу обществу. Вот мы видим окружение. Это фестиваль, фестиваль народных танцев. Состоится он 26 мая. То есть завтра. По сути, весь день. Так что такая небольшая реклама. Кто хочет, еще успеет прийти и посмотреть. Кто хочет, еще успеет прийти и посмотреть. Два с половиной километра от точки начала нашего маршрута. И мы находимся на последнем перекрестке перед станцией метро, перед сетью метрополитена Санкт-Петербургского. Нужно подождать 77 секунд. Санкт-Петербургский. 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 Аминь. Попокал. Санкт-Петербургский. Субтитры делал DimaTorzok Я узнал, что мы перешли улицу Передовиков Парковая зона здесь заканчивается В конце парка все перегораживает торговый центр в метро Немецкой ритейлинговой сети Субтитры делал DimaTorzok Давайте глянем Вот так выглядит тот спальный район окраины Санкт-Петербурга На востоке Где мы зашли в город И сейчас мы движемся дальше на запад Дальше к самому центру Санкт-Петербурга Хотя может показаться, что мы вроде как ушли куда-то За город это неправда Но здесь такое полное ощущение, что между этим районом и более старыми районами города Есть такое как загородное пространство Наверное, ткань города здесь немного разорвана Если говорить про даже магистраль У местных жителей, которые живут там позади нас Там складывается ощущение, что они вроде как не в самом городе живут Что вроде как бы есть некоторая оторванность от исторических достопримечательностей И исторического центра И это ощущение, оно подпитывается и просто городским зонированием Тем, что вот эта парковая зона Промышленный пояс Как бы отделяет эти районы от центра города Хотя, если говорить территориально То северные и южные районы до центра Гораздо дальше Разов 3-4 дальше, чем Те районы, которые мы прошли Заканчивается парк Малиновка Начинаются автоцентры дилерские И торговый центр Мега Ой, я говорился, метр Метра Близкий по цветовой гамме Метра к цветам Икея Так скажем, оговорочка по фрейду Так скажем, оговорочка по фрейду Метра к цветовой гамме